Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипе. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала Всемирная иллюстрация, Санкт-Петербург, 1893 год. Персей, освобождающий Андромеду, группа Йогана Пфуля. Персей, сын Юпитера и Даная, вместе с матерью, был брошен в маленькую барку и оставлен на произвол морских волн. Барка причалила к одному из цикландских островов. Полидект, царь этих стран, дал им пристанище. Но впоследствии, полюбив Данаю и желая удалить сына от матери, он повелел Персею вступить в борьбу с горгонами и принести ему голову медузы. Персей исполнил это поручение при помощи Минервы, Плутона и Меркурия, сев верхом на Пегасы, которая дала ему Минерва. Персей затем отправился в Мавританию, где царствовал Атлас. Атлас не хотел его принять, но Персей показал ему голову медузы и царь вследствие ужаса был немедленно превращен в скалу. После этого Персей продолжал свои подвиги. Он завладел яблоками сада Гереспидов, освободил прекрасную Андромеду, захваченную морским чудовищем, женился на ней и возвратился с ней в Грецию. Там он возвратил своему деду Акризию Арголидский престол, отнятый у него при этом. Потом, во время игр при погребении Полидекта, он случайно убил Акризию. Пораженный этим несчастьем, он покинул Арголиду и основал новый город Микены, который сделался столицей его государства. Персей был убит Мегапенте, царем Арголиды, который таким образом отомстил Персею за смерть своего отца Прета. Фуль в колоссальной группе, которая находилась на Берлинской выставке в 1881 году, изобразил Персея в тот момент, когда он освобождает Андромеду от морского чудовища. Андромеда прикована к скале, чудовище держит ее за волосы, над ним появляется Персей с каской Минервы на голове. Поражает чудовище, показав ему голову Медузы. Чрезвычайная трудность создания такого сложного скульптурного произведения, кажется, совершенно не стесняла талантливого художника. Ни ясность сюжета, ни общее движение фигур, ни многочисленные подробности нисколько, по-видимому, не затрудняли автора. Андромеда представлена женщиной необычной красоты, в античном стиле, с распущенными волосами, с откинутой назад головой, с лицом и глазами полными ужаса, с рукой, приподнятой, как бы защищаясь от чудовища. Персей, напротив того, изображен совершенно героем в прекрасной естественной позе, с выражением необычайной энергии и силы. Фуль родился в 1846 году в Силезии. На 14-м году он поступил как ученик в мастерскую Шефельбейна и оставался там до самой смерти учителя. В Германии Фуль впервые обратил на себя внимание в 1867 году памятником Штейну, в котором он обнаружил несомненный талант, хотя не вполне еще освободившийся от влияния Рауха. В последние годы он создал целый ряд прекраснейших фризов для стен одного из залов перлинского кадетского корпуса. В этих барельефах он изобразил последовательно необыкновенной силой и выразительностью целый ряд драматических сцен из последней франко-германской войны. Одним из значительнейших скульптурных произведений Пфуля можно считать колоссальную статую графа Штольберга. Ну вот такое описание по журналу 1892 года. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok